Книга пророка Иезекииля Глава седьмая И было мне слово Господне, А ты, смертный, возвести, Что так говорит владыка Господь. Земле Израильской конец, Разорена будет вся земля От края ее и до края. Вот она, погибель твоя, Израиль, Обрушу на тебя мой гнев, Буду судить тебя по твоим поступкам, Воздам тебе за все твои мерзости. Не помилую тебя, не пожалею, За все поступки твои воздам тебе, За все мерзости, что у вас творятся. Тогда вы узнаете, что я Господь. Так говорит владыка Господь. Беда грядет, небывалая беда. Конец настал, пришел твой смертный час, Вот и настиг он тебя, Вот и пришла она, Пришла к тебе, Обитатель этой земли, Погибель. Наступает время, Близок день, Будет стон на горах, А не радость. Скоро я и залью на тебя свою ярость, Постигнет тебя мой гнев, Буду судить тебя по твоим поступкам, Воздам тебе за все твои мерзости. Не помилую тебя, Не пожалею, За все поступки твои воздам, За все мерзости, что у вас творятся. Тогда вы узнаете, Что я Господь карающий. Вот и близится этот день, Вот он уже идет, Погибель на тебя обрушится. Гордыня разрослась, Жезл расцвел твой, Умножилось беззаконие их, Злой бич их самих карающий, И никого из них не останется, Из всего их шумного сборища, Со всеми богатствами их, Со всем их превосходством. Пришло время, Настал тот день, Купил землю, Не радуйся, Продать пришлось, Не горюй, Ибо на весь этот народ Гнев и зальется. Кто продал на дел, Никогда не возвратится В прежние владения, Хотя бы он и покупатель Остались в живых. Неотвратим гнев Для всего этого народа, И никто, погрязший в пороке своем, Не спасет себе жизнь. Рога протрубили, Все наготове, Но никто на битву не выходит, Потому что излился На весь этот народ Гнев мой. На улице меч настигнет, В доме муровое поветрие И голод сразят. Кто в поле, От меча падет, А кто в городе, Того моровое поветрие И голод погубят. А кто уцелеет, Будут укрываться в горах, Как голуби, Что в долинах живут, Стонать будут Каждый о своем пороке. Руки у всех Опустятся, Колени подогнутся, Рубищем себя покроют, Втрепят облачаться. Позор будет у них на лицах, Головы их Наголо обреют. Выбросят на улицу Они свое серебро. Золото Назовут Призренным. Не спасет их Ни золото, Ни серебро В день гнева Господнего. Не насытятся Они золотом, Не наедятся им, Потому что богатство Совратило их К пороку. Красотой убранств Своих похвалялись, Отливали из них Мерзких истуканов, Потому и сделаю его Для них презренным. Отдам его чужакам в добычу, Чтобы злодеи Разграбили его И осквернили. Я отвернусь От них. Пусть оскверняют Сокровищницу мою, Пусть разбойники Войдут в нее И ее осквернят. Приготовь цепи, Ибо кровная месть Царит в этой стране, И город этот Полон Насилия. Я нашлю на них Самый лютый Из народов, Чтобы захватили Жилища их. Я положу Конец Высокомерию Сильных, И будут Светилища их Осквернены. Ужас Грядет, Будут искать Мира Да напрасно. За бедою Беда идет. Одна за другой Худые вести. Напрасно Будут спрашивать У пророка Видения. Не сможет Священник Дать Наставление И старец Мудрого Совета. Скорбь Охватит Царя, Князья Впадут В отчаяние, А у простого Народа Задрожат Руки. Воздам Им По их Поступкам, Какой Мерой Они Мерили, Такой И я Отмерю Им. И Узнают Они, Что Я Господь. Господь. Глава Восьмая Это было В пятый день Шестого Месяца Шестого Года. Я сидел В своем Доме И передо мной Сидели Иудейские Старейшины. И рука Владыки Господа Коснулась Меня Там. И Явился Мне Некто Обликом Своим Похожий На Человека. Ниже У Его Ног Я Увидел Как Бы Огонь, А Выше Пояса Свет Янтаря. Он Протянул Ко Мне Словно Бы Руку И Ухватил Меня Запрять Волос. Поднял Меня Дух Между Землей И Небом. Было Это Введение От Бога. И Перенес В Иерусалим. К Северным Воротам Внутреннего Двора, Где Был Поставлен Совращавший Народ Идол. И Там Мне Была Показана Слава Бога Израиля. Как Как В Смерт Смертный Смертный Ты Видишь Что Они Делают Как Великие Мерзости Творит Здесь Народ Израилев Изгоняя Меня Все Дальше От Моего Святилища Смертный Разломай Разломай Стену И Я Разломал В этом Месте Стену Так Чтобы Образовался Проход Тогда Он Сказал Ступай И Посмотри Какие Гнусные Мерзости Они Творят Здесь Я Вошел И Увидел Всюду На стенах Были Вырезаны Изображения Ползучей Живности Мерзкого Скота И Всяких Идолов Народа Израилева Перед Ними Стояли Семьдесят Человек Из Старейшин Израильских Был Среди Них И Я Занья Сын Шафана И У Каждого В руке Курильница И Дым От Благоуханного Курения Поднимался Вверх Затем Он Спросил Меня Ты Видишь Смертный Чем Израильские Старейшины Занимаются Во тьме В покоях Своих Перед Изображениями Идолов Они Говорят Господь Не Видит Нас Господь Оставил Эту Землю И Он Сказал Мне Это Не Все Ты Увидишь Еще Большие Мерзости Которые Они Творят После Того Он Перенес Меня К Северному Входу В Храм Господен Там Сидели Женщины Оплакивавшие Там Муза Он Сказал Мне Ты Видишь Это Смертный Ты Однако Увидишь Еще Большие Мерзости И Вот Он Ввел Меня Во Внутренний Двор Храма Господнего А Там У Входа В Храм Господень Между Притвором И Жертвенником Стояли Спиной К Храму Господню И Лицом К Востоку Двадцать Пять Мужчин Они Повергались Ниц Перед Восходящим Солнцем И Он Сказал Мне Ты Это Видишь Смертный Мало Того Что Народ Иудин Здесь Творит Эти Мерлости Они И Всю Страну Наполнили Насилием И Продолжают Навлекать На себя Мой Гнев Вот Они Какие-то Ветви Подносят К лицам Своим Потому Я Обрушу На них Ярость Мою Не Помилую Их Не Пожалею Пусть Взывают Так Израиль Если Бо Господь Не Был За Нас Когда Враги На Нас Напали Живьем Нас Поглотили Бо Они В Лютой Ярости Своей Тогда Тогда Бы Воды Нас Унесли И Захлестнул Бы Нас Поток Воды Бурные Пронеслись Бы Над нами Слава Господу Не Стали Мы Добычей Их Не Отдал Он Нас Им В Зубы Мы Спаслись Как Птица Из Силков Птицелова Разорвана Сеть И Мы Спасены Помощь Наша В Имени Господа Сотворившего Небо И Землю Деяния Апостолов Глава 18 После Этого Павел Оставив Афины Пошел В Каринф Там Повстречал Он Одного Иудея По Имени Акила Родом Спонта Тот Вместе Со Своей Женой Прискиллой Незадолго До Этого Покинул Италию Они Как и Все Иудеи По Приказу Клавдия Были Изгнаны Из Рима Павел Пришел К ним И Так Как У Него И У Них Было Одинаковое Ремесло Изготовление Палаток Он Остановился У Них И Вместе С Ними Работал Каждую Субботу Он Беседовал В Синагоге Стараясь Обратить Как Иудеев Так И Язычников Когда же Из Македонии Пришли Сила И Тимофей Павел Всецело Посвятил Свое Время Проповеди Свидетельствуя Иудеям Что Иисус И Есть Мессия Но Когда Они Выступали Против Него И Стали Поносить Его Он Отряхнув Одежды Сказал Им За Участь Свою В Ответе Вы Сами Теперь Я С чистой Совестью Иду К Язычникам И Покинув Их Он Перешел В соседний Синагогой Дом Принявшего Иудаизм Язычника По Имени Тити Юст Крисп Ж Старейшина Синагоги Уверовал В Господа А с ним И все Живущие В доме Его Многие Из Коринфян Услышав Павла Тоже Приходили К вере И принимали Крещение Однажды Ночью Господь Сказал Павлу В видении Не бойся А говори Не умолкай Ибо Я Я С Тобою И Никто Не Нападет На Тебя И Зла Тебе Не Причинит В этом Городе Много Моих Людей Так Так Павел 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 Там Полтора Года И Учил Коринфян Слову Божию Но Когда Проконсулом Ахаи Стал Галеон Иудеи Сговорившись Схватили Павла И Привели Его К Проконсулу На Суд Обвиняя Его Они Говорили Он Совращает Людей Учит И И Чтить Бога Вопреки Нашему Закону Павел Хотел Было Возразить Но Не Успел Произнести Слово Как Галеон Заявил Иудеям Послушайте Иудеи Если Бы Речь Шла О Каком То Преступлении Или Злодеяни Стоило Бы Вас Выслушать Но Если Идет Спор О Словах И Менах И О Вашем Законе Разбирайтесь Сами И В этом Я Вам Не Судья И Выгнал Их А Они Все Набросились На Сосфена Старейшину Синагоги И Избили Его Прямо На Глазах У Галеона Но Тому Не Было До Этого Никакого Дела Павел же Оставался Там Долгое Время А Затем Попрощавшись С братьями Вместе С Прескилой И Акилой Отплыл В Сирию Перед Отплытием В Кенхреях Он Остриг Голову По Данному Им Обету Они Достигли Эфеса И Павел Оставил Там Акилу И Прескиллу А Сам Вошел В Синагогу И Беседовал С Аудеями Его Просили Задержаться У них Подольше Но Он Не Согласился И Прощаясь Сказал Мне Непременно Нужно Провести Наступающий Праздник В Иерусалиме Но Если Будет Угодно Богу Я Вернусь К вам И Отплыл Из Эфеса Сойдя На берег В Кесарии Он Пошел В Иерусалим Навестил Церковь И Потом Отправился В Антиохию Там Он Оставался Некоторое Время А затем Отправился В путь Через Галатию И Фригию Ободряя По пути Всех Учеников В Эфес же Прибыл Некий Иудей По имени Аполлос Родом Из Александрии Человек Красновичивый И Сведущий В Писании Он Был Наставлен В учении Называемом Путь Господень И Полный Духовной Ревности Верно Учил Всему Об Иисусе Хотя И знал Лишь Крещение Иоанна Он Начал Смело Говорить В Синагоге Послушав Его Прискилла И Акила Пригласили Его К Себе И Обстоятельно Изложили Ему Путь Божий Когда же Он Захотел Отправиться В Ахайю Братья Поддержали Его Написав Живущим Там Ученикам Чтобы Приняли Его Прибыв Туда Он Очень Помог Тем Кто Уверовал По милости Божией Потому Что Он Сильными Доводами Изобличал Неправоту Иудеев Всенародно Доказывая На основании Писания Что Иисус Мессия Продолжение следует